Fallout. Один сезон. Более двухсот лет после ядерного апокалипсиса, который опустошил Америку, жестокий набег бандитов на подземное бомбоубежище вынудил одного из жителей отправиться в радиоактивные пустыни, полные монстров и беззаконное общество тех, кто остался на поверхности. Вот и ты, маленький убийца. Видеть. Три сезона. В далеком антиутопическом будущем человечество утратило зрение, и общество должно искать новые формы взаимодействия — застройки, охоты и выживания. Это вызывает сомнения, когда рождаются близнецы со зрением. У них есть сила, которую мы назовем магией или злом. Последний корабль — пять сезонов. Экипаж эсминца вынужден сталкиваться с новой реальностью, когда пандемия убивает большую часть населения Земли. Больше нет секретов. Я хочу ответов. Сожалею, что вы узнали об этом так. Кэп. У нас на Витконе президент США. Рассказ служанки — шесть сезонов. Автократия основана на религии, контролирует Штаты, переименовав страну в Джулиад. Женщины являются гражданами второго сорта. Бежать пытаются наказать. Одна из них — Жун, пойманная при попытке бегства с семьей. Она обречена быть служанкой, родить младенцев для бездетных чиновников. Ее переименуют во Фред, будучи служанкой. Сотня. Семь сезонов. Через 97 лет после ядерной войны, уничтожившей цивилизацию, космический корабль с последними выжившими отправляет сотню малолетних преступников на Землю, чтобы заново заселить ее. Блю землю. Черный рыцарь. Один сезон. В 2071 году, когда люди дышат через маски, выжившие всего 1% человечества, в пустынных землях Кореи возникла жесткая социальная иерархия. Водители-доставщики становятся крайне важными. Для беженцев водительская работа — это единственная надежда на выживание. Последний человек на Земле. Четыре сезона. Почти два года спустя, после уничтожения вирусом большей части рода человеческого, Фил Миллер мечтает о компании, но скоро получает больше, чем ожидал, когда эта компания появляется в виде других выживших. У меня время на одного, но нужно уходить. Сайла. В мрачном будущем человечество борется за выживание в колоссальном бункере под землей. Джульетта, инженер, должна разгадать тайну смерти коллеги, раскрывая секреты, угрожающие миру. Некоторые тайны лучше оставить неразгаданными. 12 обезьян. Четыре сезона. Путешествие странника во времени из постапокалиптического будущего, который является в настоящем времени с миссией найти и уничтожить источник смертельной чумы, что почти уничтожит род человеческий. Колония. Три сезона. Колония – рассказ о семье в ближайшем будущем, принимающей непростые решения для выживания, стараясь не терять друг друга. Они обитают в Лос-Анджелесе, захваченном внешними захватчиками. Некоторые сотрудничают с оккупантами, получая выгоду, другие восстали, терпят последствия. Сотрудничай и умрешь. Наших детей я в лагерь не отправлю. Вот и все на сегодня. Приятного...